Это поступок был какой-то более-менее, ну не более-менее, это был вообще поступок детский с его стороны, вот, потому что если он такое заявил, то нужно было уже до конца идти, и было бы лучше, даже если он не смог бы вернуться в проект, чтобы он бы приехал и объяснил, как есть, и всё, но нет. Вот, он решил вот так поступить как-то. Дальше, так, не могу прочитать выше-выше-выше, когда, наконец, старых, тошнит уже от нее, зачем ты так? Не знаю, зачем он тут сидит вообще? Да нет, он очень крутой, просто не нашлась та девушка, которая растопивает его сердечко, поэтому, девчонки, приходите и попробуйте, Тёма Грант офигенный на самом деле, он иронимый, он лапочка, просто не было той девушки, которая возьмёт и вдохновит его на поступки классные. Как тебе, Лера, если чекажешь, ну, не хочу это просто делать. Спасибо большое. Да, да, да. Да, Влад прибедняет, согласна. Тебе нравится пара Ваня и Крис? Пара Ваня и Крис, это моя любимая пара на проекте. Я очень-очень-очень рада, что с ними познакомилась, потому что такой поддержки, как от них, у меня нет ни от кого на проекте, если по факту. Очень-очень ценю. До сих пор не вернулась. Да, Дядя Серёжа, так, пара. Артём и Маша, ответь, пожалуйста. Нет. Дядя Серёжа, мне так снилось, ты Влад любит камеру. Да, 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 да. Блин, а что тут уже так много? Да, ну, Тигран очень хороший, на самом деле. Вы чего? Он просто такой вот человек, он если видит такую цель, он уже начинает, у него глаза горят, и естественно, он как нормальный такой мужчина в таком возрасте, он хочет проявлять физический интерес. Ребята, я как бы считаю, что это моё мнение, я его высказала по поводу Артёма, вы так думаете? У Ванечки с Кристиной всё потрясающе, всё хорошо. Ты чего не спишь? Алёночка, дорогая моя, привет. Котик, да, как-то вот не спится? Счёт, что хочу сделать первый эфир такой вот свой. У меня же не было ещё эфира. Все девчонки уже в эфир выходили, все парни, а я ещё не выходила, ни с кем не общалась. Вопросники даже не успела на все вопросы ответить, ребятам. Ваня с Кристиной нескольцовым соревновались, но с вами по беременности им нужно. Маша ни с кем, Маша одна, так что парни, она свободно ждёт вас. Она глупая, неприятная очень. Да Машка, она наступит, когда твоё мнение поменяется. По поводу Артёма поменяется или какое мнение? Уточните, пожалуйста, когда день наступит, по поводу чего мнение поменяется. Нет, на самом деле, нет, абсолютно не высокомерно. Это люди говорят, наверное, какие-то обиженные или того, кого не устроило мнение этого человека. Так, Катя, вот если она не залазна с тобой, если уже не загорелась, то это значит, что у вас ничего не будет. Да, ребят, я не знаю. Я уже, наверное, неделю что-то пытаюсь сделаю. Я и проявилась, и песню спела. Ну что мне, ну что мне делать? Придумайте, что мне сделать для того, чтобы у него как-то загорелось или что-то он решил бы, что хочет пробыть со мной до конца дней наших, родить миллион детей на проекте. Маша скучная. У нее есть такое, ну как бы, но она хорошая. Горина в паре с Кириллом, да. Кристина классно, мне кажется, вживую, она очень хорошая. Она очень хорошая, Кристина. У вас сегодня за комнатой оставили все в гейте. Не могу сказать, скоро увидите. Знаете почему? Мне иногда хочется все рассказать, но есть момент того, что как бы даже, да и даже есть информация в официальных пабликах, где уже все даже известно раньше эфиров, но потом мне потом пишут, что я, как это вот, сказала про Дубровского, если написали везде в официальных пабликах, что он ушел. Спасибо большое. Я, я так не считаю, но это не детский сад. Почему? Здесь очень много достойных ребят, у которых мне тоже есть чем поучиться. Это определенный опыт жизни. Почему нет? Но то, что я умная, это да. Не отнять. Бывают, конечно, моментами тупицы. Хочу посмотреть на меня, смотрят. Ребята, кто из какого города? Напишите вообще. Думаю, что я только дружбу получу. Да, я уверена, у нас большей дружбы ничего не будет. Да, да, естественно, мне кажется, я уже головой. Ну, в смысле? Нет, нет, нет. Мне тут все издеваются надавно по поводу Тиграна. Он отец старых детей, и он уже такой. Ему, тем более, я тоже не в его вкусе, кстати. Кстати, я не в вкусе Тиграна, между прочим. Москва, Пермь. Привет, привет. Какая-то очень хорошая. И, кстати, мы очень похожи, такая же по характеру. Это очень хорошо, потому что мне кажется, что у меня хороший характер. Не, я не мерзкая. Не, мне надо мерзкая. Женя молодой, он еще подкинув нежный. Да, 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 да. Согласна. Украинка я. Москва. Только не Тигран. Хватит с нас Тигран. Тигран. Да, хватит с меня Тигранов, поэтому спасибо большое на проекте. Я не буду заводить отношения с Тиграном. Это очень свежо. Нет, нет. Туки-туки. Тиражение пусть идет. Согласна. Да, пусть к жене возвращается в семью. Есть вообще логика в этом. Родные, друзья, тебя поддерживают? Друзья все меня поддержали. Все, все, все друзья меня поддержали. И мои друзья, которые сейчас находятся на Украине, я очень ценю эту поддержку своих близких. Они очень понимающие. Они вообще самые у меня лучшие. И ребята, которые здесь, все друзья поддержали. Ну, родители, естественно, конечно, очень тяжело отцелись, потому что после моей работы... Им очень нравится моя работа, им нравится, где я работала раньше. Поэтому для моего папы это был немножко такой шок, потому что у меня такой стереотип глупый остался. На самом деле уже все хорошо. Они меня поддерживают. Приветик с Украины, ты большая умочка. Спасибо большое. Это же тетя Света Домецкая. Привет, привет, привет. Я сразу хочется заговорить на реднем мове. Рада, рада вообще. Очень сильно вас сейчас видеть. Так, Сила, тебе танцует? Очень смешно просила. Тебе, может, Кирилл Гориной подошел? Он такой... Нет, 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 Кирилл Катин, точно нет. Микрофоны забирают. Нет, микрофоны все время с нами. Пусть вот Домок детям они... Да, согласна, что... Так, папа смотрит там давай. Нет, мой отец не смотрит. Нет. Всем привет из Украины. Привет, привет. Очень-очень рада, что тут вы есть. Ты ради Жени готова похудеть? Тебе вроде нравятся держки. Да, да. Честно, я думала об этом. Типа, готова ли поменяться ради парня в плане внешности. И потом поняла, что я себе очень сильно нравлюсь. Я себя приняла давно. Я кайфую от себя. Естественно, у меня там есть недостатки. Я это все объективно понимаю. С глазами у меня все хорошо. Я все вижу. Но если я нравлюсь мужчине, мне кажется, я ему нравлюсь, как есть, и он принимает меня. А если нет, зачем вообще менять ради кого-то? Мне кажется, круто то, когда вот... Нет, лучше... Нет, предела совершается. Нужно меняться. Но вот лучше вступить в отношения, и потом уже меняться. Крис сказал что-то лучшее. Да, да. Я тоже считаю, что Крис лучшее. Спасибо. Привет, Самир. Привет. Привет, дорогой. Привет. Привет, сказание. Привет. Сколько мне? Мне 26 лет. 26. Женя что-то притирает, притаивает. Притаивает. Возможно, Женя что-то притаивает. Возможно. Притирается, хотела сказать. Может быть, притаивает. Кто может притаивать? Я вот точно знаю, что Женя никого нет за периметром. Он никого конкретного не ждет. Ничего он в этом плане не притаивает. Спасибо, Самир. Да что болеть? Тут же главное построить отношения и любовь. Что болеть? Я тут ни с кем не конкурирую. Нет, конкурирую за мужчин, конечно. Если кто-то на мое посмотрит, я сразу, блин, буду отстаивать. Вот. Но, как сказать, в основном все очень положительно. Спасибо большое. Я буду жечь. В эфире показали тебе с книгой. Что читаешь? Так, что я читаю? Читаю книжечку. Это же самое банальное. Да. А еще. Так. Сейчас хотела вам поделиться еще кое-чем. Ты огонь, жгид. Спасибо. С кем близнецы? С кем близнецы в отношениях? Ни с кем. Вообще ни с кем еще. Поэтому ни с кем. Тебе обидно... Так. По поводу поведения. Да. Я мне это все расстроила. Очень сильно. Я вообще на самом деле с ней поговорила. Вы видели. Мне было неприятно. Но больше мне было неприятно не то, что она танцевала приватно. Потому что я видела, как Женя вообще на него не реагировал. Мне было неприятно тот факт, что она к нему... Когда они разговаривали, она говорит, ты так нравишься Кате. Зачем об этом говорить парню? Когда девушка говорит об этом парню, парню становится сразу, мне кажется, даже неинтересно и неприятно. Поэтому не хотелось бы, чтобы она так вообще говорила про меня. У меня, допустим, есть тема про себя. Я могу говорить с другими парнями про себя и про свое общение. У нас там другие темы. Я не буду рассказывать про другого. Так, как пройдет кастинг, что там нужно? Как пройти кастинг? Кастинг нужно пройти... Так, вы отправляете анкету на официальном сайте Дома-2 или пишите Лёли КВ. Это девочка. Она кастинг-менеджер Дома-2. Сейчас покажу вам и скину ее аккаунт. Уже не есть девушка. Нет, уже нет никого за периметром. Если бы есть проблемы, можно было вступить в отношения там мужика. Да, да, да. Так. Имеешь красоту на самом твое, твое ум и твое обаяние. Спасибо, Самир. Я тебя очень сильно люблю. Очень-очень. Когда там у тебя свадьба уже, Самир? Я бы такая приехала, погуляла бы на самой крутой свадьбе. Я готова быть на Дома-2 больше года. Если найду отношения, да. В паре я тут готова быть, да, больше года. Когда Тигран перед тобой танцевала за лет... Да вообще, это, наверное, самый прекрасный момент был этого эфира, потому что Тигран сделал нашу ночь в изоляторе, потому что в изоляторе было очень-очень тяжело морально, но Тигран все, все-все, наверное, сделал, чтобы было офигенно. Так, приятно, красивую речь. Спасибо. А по поводу Вани не знаю, но лучше напишите ему лично. А где все идите? Все общаются, а я бы решила к вам прийти. Видите, какая я хорошая. Все общаются между собой, а я с вами сейчас. Они просто... Я ни разу еще не уделяла такого времени, поэтому решила, что вот это будет не каждый день. Просто хотела бы отвечать на вопросики и увидеть приятные лица, знакомые лица. И очень соскучилась, наверное. Вот, например, Самира увидела, Аленочку там, Машечку. И Цвету. Кого еще? Эльчику видела. Много кого видела? Янусю и Настеньку. Так. Все, еще пару минут тогда, если вы ругаетесь. Януся сказала, Яна, ты чего? Вообще, у меня есть люди. Это люди, которыми я разговариваю просто каждый день. И да, вот Яна. И она очень меня поддерживает. Ругает. Она смотрит. Ждешь приход? Да, я очень жду приход. Очень сильно. Очень. Да, готов. Так, что еще вам показать? А, друзья, у меня еще есть дневник благодарности. Я веду его, пишу от руки. У меня здесь есть песня, которую написала мне Клава, и которую скоро я спою. Все, поняла. Вот. Потом у меня здесь есть реклама. Я первая храню. Потом у меня есть пригласительная с вечеринки. Я храню. Это Женечка и Артем. Вот. Я даже храню... Да, мне пишут парни. Пишут, хотят зайти ко мне. Но пока мне что-нибудь понравилось. Кто мне пишет и хочет зайти ко мне на проект. Я даже храню первое письмо от Силы. Так, ребят, вот-вот зашла девушка. Лелика Ти Ви. Вот специально для вас так прочитала очень медленно. Это вот она. Вот к ней пишите и обращайтесь, как пройти кайсен. Вот. Храню это. И еще я храню... Еще что-то храню. А, это мы играли в мафию. И тут я как раз была шерифом. Это Женя проводил. Вот. Я все храню. Потом я пишу сюда моменты. Записываю все-все-все. Пишу, что там. Что мне нравится. Клею наклеечки. Вот. Я записываю свои эмоции. Благодарю за все. И все это пишут руки каждый вечер перед сном. Вот. Но мой дневник лежит на кровати. Надеюсь, он это не читает. Вот. Но я нет никакой. Естественно, я никому не дам писать. Вот. Так, мне нравятся такие парни. Которые... Которые мне нравятся. У меня же все-таки все парни были такие разные. Поэтому... Мне нравятся парни, которые энергетически сильнее меня. Вот как и мне нравятся. Которые будут... Наверное... Знаете, какая штука? Которые будут... Я не буду стараться хотеть... Быть слабее, чем я есть. Которые будут видеть во мне все самое, как бы, адекватное, прекрасное. Вот. Да, мне, ребят, мне очень, очень, очень нравится пара Миша и Алена. И у Вани с Крисиной офигенные отношения. Я очень ревнивая. Очень, да, безумно ревнивая. Просто кошмар. Я ревную даже друзей. Я ревную родителей. Я ревнивая. С мнением психолога. По поводу кого? У нас каждый день психологи-эсперты. Конкретно с каким я не согласна или не согласна. По поводу чего? Если по поводу физиолога, когда он про меня говорил, то да, согласна. Конечно, безусловно. Я понятия не имею, ко мне заход или нет. Наверное, заход. Я не знаю, откуда я могу такую информацию владеть. Так я и по факту лидер. Ну, да. Так он же правду сказал. Просто в отношениях я другая. Если находится тот человек, который сильнее энергетически меня, то я вообще не лидер становлюсь. Я просто даю позицию, я даю все в его руки. И тогда я не становлюсь там звенящими яйцами. Я конкретно та девочка-девочка. Да мне очень сложно найти. У меня не сложный характер, но мужчину найти сложно очень. Так напоминаю, что я без фильтров. Видите, какая. С изъянами. С борожками. Мне кажется, в нем есть потенциал. В Жене. Да. Но Женя может меня потушить. Он умеет. Он знает, как со мной разговаривать так, чтобы я начинала такая. О, все. Попроще. Потише, Кать. Давай избавлять обороты. Нет, он не слабый. Хотя, может, я просто плохо разобралась. Блин, знаете, мне так много раз вообще говорили по поводу этого участника. Я не была с ним лично знакома. Типа, что мы, конечно, бы с ним залупились бы нормально. Вот прям да, с идеей. Спасибо. Спасибо большое. Но я только начинаю... У меня начинает давление подниматься, и я краснею. Поэтому... Во сколько нам выключают свет? Свет нам выключают... Мы всегда по-разному, если честно. Девочки, сейчас в эфир зашел Артем Прохоренко, поэтому задавайте ему вопросик, и он сейчас на все ответит. Да, о, Тема, все сразу взбодрились. Темочка, силы сейчас задали мутит Дэм. Да, блин, проявят, конечно... Да, конечно, проявят себя близнецы по-любому. Вы что? Просто не пришла та девочка, которая бы как-то их взбодрила, или проявила в мальчиках интерес или желание что-то делать. Катюша нужен постарше. Да, да, согласна, тетя Свет, что нужен постарше. Очень-очень-очень согласна. Нет, мальчики на лобном всегда вместе. Не переживайте. Надеюсь, шелка выходила. Да, мне все так говорили, что прямо именно было бы прикольно. Ну, Данечка-данечка-ребеночек просто. Да. Он хороший. Мне кажется, что Данечке нужна девочка такая, которая будет младше. Ну, девчонка такая молоденькая, малолетняя. И она прям такая будет, знаете, современная молодежная пара, которая будет разговаривать на этом модном сленге. Вот это, знаете, когда сейчас слова модны. Кринж, вайп, рофлить, мофлить. Ну, которые я не употребляю. Вот. И они, наверное, вот такие были бы современные. Только не один. Она сказала, что вы силы, друзья. Это было очень понятно. А вот Женя, это все запутанно. Мне кажется, у вас сейчас притирка. Просто мы не хотим ничего с Женей испортить, по факту, наше общение. И не мне сейчас ни с кем не общаться не интересно, так как с Женей и ему. В плане вот как с парнями, с девушками, Женя как бы, он со всеми хорошо общается. Он всем уделяет внимание, но нам как-то более-менее вдвоем комфортно, интересно. И мы уже, у нас там появились с Женей уже свои приколы. Чтобы вы знали, мы с Женей играем каждый день в камень-ножицы бумага на желание. Каждый день, не пропуская. Наверное, с дня второго или с третьего. И как-то поэтому это всего лишь то, что нам очень хорошо и комфортно. А так у нас все понятно, ничего не будет. Кто тебя бесит? Машка поначалу очень сильно бесила Сайлова, очень сильно, прям кошмарила. Я это все время ей говорила. Но сейчас нормально уже. Отпусти. Как нужно, скоро выгонят. Надеюсь, что не скоро. Они очень хорошие, поэтому их не выгонят, наверное. Надеюсь. Не про девчонки, не забудьте, будет классно. Не могу вам ответить вопрос. Еще эфира не было. Самый красивый город, по твоему мнению, у детей, это Киев. Нет красивее города, чем Киев на земле, ребята. Близнецы, Кирюха, больше всех заметили за новых парней. Других-то не то. Да, согласна. Близнецы, никто не... Близнецам нет, нет, не знаю. Пока никто не нравится. Ты бы хотела бы родить на проекте? А почему бы и нет? Какая родительница, на проекте или за проектом? Я просто бы хотела бы родить. Давай-давай на эфир с близняшками. Да, днячи, Саня-то. Посмотрим, было бы интересно посмотреть. Нет, естественно, я как девочка, которая девочка-девочка, я поначалу думала, что там знаки внимания от него могут быть, как будто что-то как-то возможно поучиться, что есть шанс. Я просто понимаю, что это просто благодарность и забота ко мне. Там тот же ужин, который он мне здесь приготовил. Или там я всегда лекарства могу покупать Жене, потому что у него то кашлят, то еще что-то. Это обычная забота и человеческое общение. Поэтому мы с ним прям заботимся, наверное, друг о друге поддержим. Да, да, были поцелуи. Были поцелуи. Не у меня, у меня не было поцелуев, а уже были. Киевцы, любовь. Это безусловная любовь. У вас часто вечеринки? Да, если честно, да нет. Как они могут быть, если забор пересекать нельзя, в изолятор никто не хочет, а креативные какие-то мышления, вот как тогда мы через балкон поднимались, то уже, это очень опасно, но мы не нарушали, мы не через забор, поэтому... Нет, я ни с кем не целовалась. А что я красная? Аж, привет. Почему я красная? Я же говорю, типа, я начинаю волноваться, поднимается давление, и я красная. А с фильтрами я сидеть не хочу. Я такая, какая я есть. И либо я такая, либо нет. У меня мешки под лозами еще, ребят, вот. Еще у меня иногда вот чуть-чуть даже из черной точки. Ну, они есть, они мои. Вот, вот, вот. Никаких зато, никаких фильтров. Ну, волнуюсь немножко. А что, девчонка волнуется, с кем не бывает? А если на Жене за месяц, теперь в изоляторе, то мы будем просто разговаривать с Женей часами, потому что у нас очень много интересных тем. Мы просто, у нас языки не будут закрываться с Женей. Еще мне нравится, Женя, то, что мы любим, любим про кого-то говорить. Мы прям такие... Ну, мы говорим с Женей, конечно, то, что мы уже говорили в глаза, но нам интересно наше мнение. Мы все время с ним, типа, наши стороны медали объясняем. А в чем суть проекта? Я просто не могу найти информацию. Суть проекта построить отношения. Она в периметре. Весь день снимаемся. Даже сейчас меня снимают и пишут. Просто... Просто вот. Все время... У нас камера работает 24 на 7, ребят. В поводу вообще общаясь с парнями за периметром. Ну, с друзьями общаясь. Вот он, кстати, ниже. Аж. Вот с ним общаюсь. Очень. Спасибо большое. Это любовь. Как тюрьма. Да, как тюрьма. Выходные или отпуски есть? Есть, да, есть. Вот Ваня с Кристиной полетят в Италию. Миша с Аленой сейчас в отпуске. Выходные есть у ребят, поэтому это есть. Но, естественно, все это обговаривается с нашими прекрасными ведущими и все. Артем, ты где был? Тут столько вот тебе вопросов задавали, а ты пропал. Вот как это так вот, Артем? Просили очень сильно, чтобы ты присоединился в эфиру. Но я знаю, что Артем это делать не будет. Но очень сильно хотят тебя видеть, Артем. Так. А к чему родить на проекте, если все так и будет, то не будет идти. Не хотели бы уже никуда не будет улететь и поехать. Да, конечно, мы бы хотели бы. Ну. Я думаю над этим ребят по поводу того, чтобы познакомиться за периметром с кем-то. И если он пройдет кастинг, было бы неплохо. Но, естественно, что это все будет только через кастинг. Просто так нельзя так, чтобы оп, и все. Ну, все, каждый человек должен пройти кастинг. Каждый. Спасибо большое. Мне очень приятно. Мне не нравится, что... Мне не нравится, что мне говорят, что, типа, якобы я там кому-то со всеми там обнимаюсь, всех там, может, люблю, не люблю. Я говорю реально, когда мне что-то не нравится, я реально это говорю. У меня нет такого, чтобы я кому-то там что-то вылизывала. Просто беда в том, что вы не знаете, какая я в жизни. На самом деле, я всегда со всеми очень положительная. Я всегда готова кого-то поддержать. И разговариваю всегда я на тонах от милых. Я разговариваю всегда очень ласково. Поэтому... Мне не нравится, как так считают, но это абсолютно нормальное их мнение. Вот. Поэтому... Зачем лицемерие? Куда они пугаются напором? Да нет. Нет, мне кажется, Влад всегда по факту делает все. Нет, сценария нет. Абсолютно никакого нет сценария. Да, классно. Был бы сценарий, думайте, я бегала бы за пацаном, который меня отшил и говорит, что я в него вкусе. И вообще не хочет быть со мной. Да, офигенно. Очень мне нравится. И плакать лежать. Очень хороший сценарий, да? Да. Кастинг проходится через... Кастинг-группу. Ребят, я уже говорила, через кого. Девочка-кастинг-менеджер. И оставляйте анкету на официальном сайте. Танюш, привет. Лидочка, привет. Только что как раз Лида зашла. Блин, хорошо. У нас в городе... Вот, ребят, кто не был в Киеве, обязательно скоро будет, надеемся, что мир все будет хорошо. И все увидят, насколько это прекрасный город и шикарный. Наверное, для меня это самый красивый город на земле. Да, да, мои родители живут там. У меня все родственников, да, там. У меня сестры там живут. У меня крестник в Киеве. Родненькие все мои. Друзья. Тяжелая эта тема для меня, поэтому очень много осыпалось оскорблений по поводу того, что я на проекте. Ну, естественно, не от моих близких и друзей, и знакомых, просто от левых людей. Естественно, все мои близкие абсолютно адекватно снеслись, что я нахожусь в городе и что я на этом проекте. Они все понимают. Мое мнение не меняется, конечно. И эти темы я не обсуждаю в эфирах. Но с моими друзьями для меня все как бы... мы разговариваем открыто. И они меня понимают. Вот, поэтому давайте еще про ребят. И все. И пойду я уже в душ и спать. Поэтому завтра новый приход. Нужно быть свежей, красивой и милой. И немного. Да, я тоже очень верю. Спасибо. Все будет хорошо. Что, давайте прощаться тогда. На добрых словах хочу прощаться. Что-то напишите потрясающее такое. Я потому что с Женей ближе начала общаться. Мы просто разговаривали. Мне было комфортнее и интереснее. Вот почему Женя. Ребят, на самом деле мне приятно очень. Такая поддержка. Для меня это такой первый раз. Для меня это все неожиданно. Все это очень... Все это очень... Нет, Катя вообще не бесячая. Все это очень приятно. И... Правда, правда, очень... Как сказать? Вот каждое такое-то видео там от фан-группы. Для меня это такое счастье невероятное. Потому что любому человеку приятно такое внимание. А для меня приятно внимание, что оно положительное такое. Поэтому всех целую. Вам спасибо, вам спасибо. Вы супер. Если бы... Да, нет, ребят. Завтра уже не выйду. Поэтому всех обнимаю. Вы...